В Черкесске продолжаются работы по созданию более привлекательного облика региональной столицы. Так, в текущем году в городе будут уложены около 7 километров тротуаров. На некоторых улицах ремонт покрытия уже начался. Где временно затруднено пешее передвижение, выяснял наш корреспондент Артур Махце. С центральной улицы Черкеска слышен звук строительной техники. Это начались ремонтные работы, итогом которых станет преображение тротуарных зон региональной столицы. На 2022 год запланировано обновление примерно 7 километров пешеходных участков. На этом по проспекту Ленина в районе переулка Одесского строители в данный момент освобождают тротуар от старого асфальта. Пешим гражданам приходится преодолевать неровности. Однако люди с пониманием относятся к происходящему. Сейчас ведутся работы. Наверное, это дополнительное неудобство для людей представляет. Ну, представляет. Зато красиво будет потом. Но по городу достаточно много таких мест. Сам город, на ваш взгляд, преображается или... Да, да, преображается. Очень приятно, нам нравится. Ну, конечно, временные трудности можно всегда преодолеть. Но сейчас по центру города как раз таких мест достаточно много. Как вы обходите? Вы знаете, в этом районе живу. Сейчас сейчас редко где-то бываю. Мы ничего, потерпим немножко. Администрация города Черкеска. В этом году планируется ремонт около 7 тысяч метров тротуарного покрытия. Из них около полутора тысяч – это будет новая тротуарная плитка. Остальную часть тротуаров мы планируем сделать асфальтобетонным покрытием. На данный момент ведутся работы в промежутке участка от переулка Одесского до Умара-Лиева. Подрядная организация занимается снятием верхнего слоя старого покрытия, установкой бордюрного камня. Далее, если погодные условия нам позволят, уже будут класть плитку. По словам представителя городского управления ЖКХ, большинство запланированных благоустройств тротуаров Черкеска самими жителями были признаны нуждающимися в ремонте. Только за последние пару лет в региональной столице удалось преобразить примерно 14 километров пешеходных зон. Разумеется, работы в этом направлении будут продолжены. Артур Махцей, Ислам Урумов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаево-Черкесия.